Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте, мы невероятно счастливы. Сегодняшний концертный зал имени группы Бандерас. О, как это звучит прикольно. Анплак, он, Страна.ФМ. Вова, Наташа, Рома, Эрик, здесь все. Хочется сказать именно эти слова. Но смс-ка сейчас придет от Тани и скажет, ну почему же вы так-то? Ребят, мы вас приветствуем, спасибо за то, что вы выбрали время в своем насыщенном гастрольном графике. Он у вас именно такой, ни для кого не секрет, и уже аж с 2005 года. Мы с большим удовольствием в вашу интерактивную студию всегда приходим. У меня такое ощущение, что мы на экзамене сейчас. Слушайте, или мы на экзамене. Директор школы заучи. И мы сдаем какой-то экзамен. У меня вообще другое ощущение. Ну, мы разные, и все-таки мы вместе, и тем мы сильнее. И знаете, что я уж не знаю, как вы, но мне кажется, что у нас должно объединять нечто очень-очень общее. Это любовь к хорошей музыке, а именно к творчеству коллектива Бандерас. Я думаю, что актуально еще поздравлять вас с новым клипом 72 тысячи. Рома и Вова рассказали, нам уже немножко поделились свои впечатления. Это было 72 тысячное поздравление, спасибо. Но круглая такая цифра. Наташ, ну, твое мнение мы не слышали, довольны, недовольны, что для тебя было. Клип мне очень понравился. Я была в восторге. И до сих пор смотрю, пою, хожу по квартире, это со мной редко случается. Включая и пересматривая? Да, и мой сын тоже поет вместе со мной и смотрит видео. А как у вас бывает? Каждый новый клип, это любимый клип такой самый становится? Или не обязательно? Мы когда с Вовкой были в прошлый раз, да, на эфире у вас в гостях, мы рассказывали про 72 тысячи, про то, что это одна из немногих песен, по которой у нас вообще не было никаких разногласий в коллективе, потому что мы обычно спорим между собой, какую песню выпускать эту и лету, потому что их обычно бывает несколько, как бы, проектов. Вот, насчет этой, она нам всем сразу стала очень близка. И классный сценарий, сразу классная идея вот с этими кругами. Попало прямо в сердце. И прекрасные артисты, конечно, еще им большой привет передадим. Молодцы, спасибо, что вы участвовали. Вы сегодня исполните эту песню нам? Да. С удовольствием. И несмотря на то, что песня новая, я смотрю, вы без текстов, без листочков распечатанных, хотя очень часто артисты выпустят... Казалось бы, да, бывает, что и клип крутится, и артист приходит, ставит, значит, такой листочек перед собой или даже в айфончике и подсматривает. Но я думаю, что у вас уже память очень хорошая, с годами выработалась. Кстати, бывают такие моменты, что, ну, вот такой банальный вопрос, забывайте слова. И как в этой ситуации поступать, кто кого выручает? Время от времени у каждого бывает такое, я считаю. И это даже порой отчасти здорово, потому что выступаешь живьём, а народ говорит «Фанера!» И тогда, когда кто-то слова забыл, скажут «А где фанера? А кто почему не поёт?» Ну да, как правило. То есть это отчасти даже живой концерт, живые люди, поэтому всё нормально. И в такие моменты, как правило, мы начинаем смеяться, поэтому это позитив. И зрители даже начинают смеяться. Это такой живой момент, конечно, это потрясающе. Всё вживую, всё круто. Конечно, все друг друга поддерживают. Зрителям нравится. Надо вообще тексты полностью забыть. Я не знаю, у меня бывает вот, особенно вот у нас бывают, когда длинные отпуски, там, после отпуска ты первый концерт. Приступом на зиму. Колумбия петчерс, я не могу вспомнить, как она устроена. Ну, её можно и не помнить, зал споётся. В принципе, конечно. Если он не помнит, то кто-то из нас точно помнит, и поэтому мы с ним ещё поём. Да, ещё у нас бывают зелёные иногда концерты. Колумбия, мы помним. Вот что значит сплочённый коллектив. Зелёные концерты, мы меняем просто ролями. Мы поём с Вовкой, ну, это такие, это квартирники больше, закрытые. То есть вы поёте те партии вокальные, которые традиционно исполняют девочки? Да, причём я пою ужасно, вот, и всё порчу, вот, а девчонки читают рэп. А маленький кусочек можно попросить тебя исполнить? Ну, хотя бы маленький, прям, парочку строчек. Все кусочки кончились. Этот пирог мы уже сделали. Мы приготовим новый пирог, и обязательно с вами поднимемся. Это прям банановая кожура мне просто под мою походку. Слушайте, а вам действительно надо, может, какой-то номер придумать, типа поменяться ролями в какой-то песне? Ну, почему даже концерт нести? Ну, девчонки, ваши дела поют, а вы её. Спасибо. Договорились. Ну, давайте начнём тогда музыкальную часть нашей программы. Что это будет? Это будет музыка. Наши хиты последних лет, скажем так, наши крайние синглы, все наши любимые песни. Как ещё, Наташка? Шлягеры! Это моя песня. Это генеральная зона. Ха-ха! Это пла, а по адрес. О, го, 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 го. И здравствует буря, прощай, стиль. Она не тонет, это не её стиль. Ракета в воздух, прощай, Вьетнам. Опять хрипит, бит по радиоволнам. И с полуслова, и с пары фраз. Она начнёт всё с нуля в который раз. Я стою на краю, когда я рядом с ней. Я чувствую, я глобально теплею. Я прожигаю дыры в слое озона. Я весь становлюсь эрогенной зоной. О-о-о, ты эрогенная зона. О-о-о, ты эрогенная зона. О-о-о, ты горячая точка. О-о-о, ты эрогенная зона. А свидание голы, её любовь непрочна. Бэнни, стены, камон. Го, 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 го. Примолчала мэл, стучала кровь. Кричал, кричал, зачем топтать мою морковь. Из полуслова, из пары фраз. Она начнёт всё с нуля в который раз. Свои дороги, свои пути. И лишь бы только были ноги штаб и цы. Без драствует буря, прощай и стиль. Она не тонет, это не её стиль. Я стою на краю, когда я рядом снею. Я чувствую, я глобально теплею. Я прожигаю дыры в слое озона. Я весь становлюсь эрогенбэй соной. О-о-о, ты эрогенная сона. О-о-о, ты эрогенная сона. Курма лоб, курма лоб. О-о-о, ты горячая точка. You really have one. Да, свидание голы, её любовь непрочна. Между нами спрессовано время к нулю. Между нами лютый высокий ток. Бьёт максимум абсолютный. Мы в зоне, где не ловит связь и нет курсов валют. Сердце разуму утвердит, как по кабелю. Я рулю. От твоего татуарда чуть не встретился с тротуаром. Драконы и морды гепарда. Два кольта, розы и карты. У тебя жажда до миллиарда. Смотри, не просто дигланды. Судьба тебя ещё сделает в нард. А я ещё тот котяра. Я стою на краю, когда я рядом снею. Я чувствую, я глобально теплею. Я прожигаю уху дыры в слое асона. Я весь становлюсь эрогенной соной. О-о-о-о, ты аэрогенная соной. О-о-о-о, ты аэрогенная соной. О-о-о-о, ты горячая точка. О-о-о-о, ты аэрогенная соной. До свидания, Дональд. Её любовь не прочла. Брэй, стей, ка-моу. Го, 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 го. Го, го, го. Брэй, стей, ка-моу. Браво. Группа «Бандерас», программа «Концерт из Ацели», радиоканал «Страна FM», «Эрогенная зона». Группа «Вконтакте», «Страна FM», «Эрогенная зона». Бова тоже не знает, давайте посмотрим. Он, кстати, так говорит, что мне там положили? Две карты, какие-то деньги, возможно, русские. Так. Что-то блестящее и шуршащее, и ключи. Ребят, по поводу стиля, скажите, пожалуйста, как-то вы между собой совещаетесь? Честно, сегодня пришли, вообще не совещались, попали. Попали, да, даже он. Я не знаю, как. Прекрасно. Цвет настроения, я побоюсь сказать даже какой, у меня язык не поворачивается. Сырь! Сырь! Ну, вы знаете всю музыку, поэтому почему стесняться. Так, что касается погоды, погода хорошая, чудесная. Как вы от музыки отдыхаете, чем занимаетесь? Вообще от музыки я лично отдыхаю просмотром хоккейных матчей. Ну-ка, давай-ка. Вот что хочется в связи с этим сказать, друзья, через 5 минут. Все те, кто смотрит хоккей, отвлекитесь на секунду, посмотрите на нас. Еще не начался матч, через 5 минут, Россия, Канада, Баня. Ладно, желаем победы, победы нашей сборной, потому что Канада — это всегда такой извечный соперник, очень сильный. И я могу сказать, что у наших все шансы победить. Я думаю, что они сегодня это сделают. Обязательно, потому что вы сегодня здесь, так понимаю, конечно, мысленно с нашими хоккеистами. И все выступление давайте посвятим, правда, им. Да, кстати, я вам сказал, что будет посматривать. Но мы будем тоже посматривать за счетом и сообщать вам, друзья, как там происходит битва. Вопрос к Наташе. Как ты оказалась в команде Бандерс? В команде. В команде. Расскажи, пожалуйста. Произошло абсолютно естественным образом. Мы все соприкасались на студии, так или иначе. На пьяной битве. На наших людей. Мы вообще вместе в одном музее учились. В общаге в важной шараге. Да, после приезда моего из Голландии мы очень плотно стали работать вместе, общаться. И, в общем-то, родилась идея. Ну, разве ты не сказала ему так, да, Наташа, подождите, я джазовая певица. О чем вы ко мне подошли? Ну, я и джазовая, и соул, и фанковая. Поэтому это все вместе составляет отчасти поп, фанк, джаз, хип-хоп. Это и из группы Бандерас. Поэтому вот тут я совсем не кривлю душой. Джазовые элементы в вокале, в песнях группы Бандерас присутствуют. Конечно, это слышно. И, между прочим, друзья, если среди вас есть гурманы такой музыки, как джаз, соул и фанк, то 29 мая в клубе «16 тонн» вы можете увидеть и насладиться, просто зарядиться, я бы сказал, энергетикой нашей Наташи и ее сольного проекта. И это будет именно джазовый проект. Ну, джаза, фанка, соул такой. Наташенька, будет ли возможность снять это на видео? Потому что пока в интернете не так много джаза. Пока не так много джаза вот в твоем исполнении. Именно в группе Бандерас? Нет, как раз вот есть небольшие сольные номера джазовые, записанные как-то так кустарно. Ну вот, в общем, 29-го будет полный. Потому что я была увлечена полностью группой Бандерас, и сейчас я уже очень долгое время я хотела. Что за джазовые произведения входят в твой репертуар? Вы знаете, некоторые произведения вы знаете. Это, например, Фрэнг Синатра, но переделан в Neo Soul, например. Есть такие, где инструментал, на который я написала свою мелодию и слова. Как композитор и поэт. Вот, ну вот отчасти. Ребята, ну вот что-то такое. Такой микс хорошей, отличной музыки. Самое главное, мои любимые. Наташа, ну тебе скажи по секрету, тебе когда ты одна на сцене комфортно, ты наконец-то расстраиваешь крылья, что никто не скажет. Никто не орет. Немного! А мы придем и выскочим. Нет, ребята будут кричать там. То есть все равно они будут где-то поблизости там находиться. Идете? Конечно, придем, захватим радио и будем кричать тебе в инейр просто. Бандерас! Ну а теперь Бандерас продолжает музыкальную часть концертного зала. Следующий номер. А, как раз... 72 тысячи лайв. Как раз тот новый трек. Специально для вас. Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди. Yeah! Я знаю, это судьба, а значит, убережем, значит, не отдадим И пусть это только мир для нас двоих Всего одна дорога, будь каждому свой, мы сможем много Ты только будь со мной, будь со мной Всего одна дорога, будь непростой, мы сможем много Ты только будь со мной, будь со мной 75 тысяч энергетических линий проходят через мое тело И жарко, как в пустыне, порой мне так сложно не дойти до предела Я знаю, ты сможешь все, что не сумела Судьба сделать меня другим, сделать меня другим Я знаю, это судьба, а значит, убережем, значит, не отдадим И пусть это только мир для нас двоих Всего одна дорога, будь каждому свой, мы сможем много Ты только будь со мной, будь со мной Лишь одна дорога, будь непростой, мы сможем много Ты только будь со мной, будь со мной Все по себе тысячи линий в сплошном потоке Сквозь нас проводят топ вселенной, говорят йоги А мы все ждем погоды, как на якорях в доке Что вдруг сорваться за мечтой, будто горят ноги Но наши с тобой саги не повторят копии Напишем друг от друга и будем сверять строки Обернувшись, улыбнемся тем, кто нам отмерял сроки Это наши мечты, они покорят многих Пусть это только мир для нас двоих Всего одна дорога, будь каждому свой, мы сможем много Ты только будь со мной, будь со мной Лишь одна дорога, будь непростой, мы сможем много Ты только будь со мной, будь со мной Песня играет по кругу, и тысячи лет как проникаем друг к другу В каждую клетку промокаем дождь Каплями редкими не замечаем, как держат крепко Жизнь за жизнью по кругу, и тысячи лет как проникаем друг к другу В каждую клетку промокаем дождь Каплями редкими не замечаем, не терочаем Песня играет по кругу, и тысячи лет как проникаем друг к другу Каждую клетку промокаем дождь Каплями редкими не замечаем Замечаем Субтитры создавал DimaTorzok Диагропа Бандерас сегодня у нас в гостях только что! Воспряла! Со стульев соскочили! В эфире исполнена песня, абсолютно новая, 72 тысячи клип. На эту песню уже уверенно шагает по ступенькам хит-парада телерадиоканала «Страна АФМ». Поэтому, конечно, нужно активно поддерживать, голосовать. Ребята, вы отслеживаете, кстати, где, на каком месте ваша композиция, на какой радиостанции, телеканале? Или вам ваш пиар-сотрудник сообщает, это в конце недели, все данные предоставляет? У нас изначально политика группы и концепция, вот у нас главный хип Columbia Pictures. В первой строчке рэпа, в принципе, все сказано. В общем, да, все остальные песни, где не окажется, это не имеет уже никакого значения. Вопрос опять от Цветуси. Мне вот говорят о Вова. Почему некоторые, только некоторые согласные буквы на твоей правой коленке, почему именно они и почему нет классных? Что с классными, да. Это бренд одежды, который я сейчас начну делать. То есть мой. Саб твой. Вот ему сейчас привезли швейную машинку зингеровскую. Так, подожди, Рома рассказывает. Школьно, да, просто название придумано, на шивке сделано, а одежда уже есть, но пока еще как бы не в полном объеме и все такое. Вот хочу заняться, потому что как-то я болел две недели и молчал, надо было молчать, там было со связками, короче, беда, вообще молчал. Нечем было заняться, не с кем было поговорить, нельзя было ни с кем говорить. И я что-то начал делать, кастомные всякие шмотки, кроссовки сделал, шмотки придумал. Как ответить на вопросы детей, дядя, а почти да, и что, и как это? Вера, щедрость, позитив, знание, дело, не помню. В общем, гуру наш. Сабля. Цель. 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 Это уже потрясающе. Все так и есть. Вов, когда можно будет отправляться в магазин или в интернете заказывать? Я вам пришлю. Хорошо, спасибо, спасибо, мы услышали. Так, мы не спросили, вот при каких обстоятельствах у вас появился Эрик в команде, может быть, вы скажете? Мы нашли его в капусте. В капусте, в капусте. Все таки человек заслуженный в диджей. Знаете, так вот, однажды, значит, нам как-то посчастливилось выступать рядом с Грузией, и там где-то мы нашли огромную химкалину, вот, и, значит, когда мы вскрыли, там был Эрик. А там была свадьба. Нет, ну, Эрик. Эрик очень титулованный супермастер в скрейче. Какого года чемпион? Я стою в кепке, на которой написано название его школы, в которой мы все занимаемся, вот мы с Вовкой туда ходим регулярно. Почему мы, Роман, с тобой еще не пошли в эту штуку? Слушай, Саш, мы сейчас пользуемся. Называется Scratch DJ School, находится на хлебозаводе. На самом деле, когда вы попадаете в эту локацию, уже слышно крутую музыку, там бывает. И запах хлеба. Soulful House, Drum and Bass тоже прикольный, или просто хип-хопчик, или фанк, это доносится как раз из динамика, которая висит прямо над ходом в Scratch DJ School. Эрик, сколько примерно надо учиться? Год, меньше? Ну, примерно так, чтобы... Полгодика, говорит Эрик, все. А есть вообще люди, необучаемые в этом деле? Нет. Эрик научит каждого, ребята, кто только захочет, и девчонки тоже, если пожелаете. Ну, я думаю, что какое-то послабление им будет на экзаменах, да, выпускном? Понятно, хорошо. Группа Бандеры, снова давайте что-нибудь поем еще, пожалуйста. Давайте останемся в том же ритме и в том же настроении, в котором сделана песня 72 тысячи, потому что нам не совсем это характерно, скажем так. У нас больше песен таких зажигалок, зажигательных. Но мы тоже любим задуматься и... Такая моя печаль, здесь живи, не думай, не глядя вдаль, что за горизонтом живи, не знай, годы ли не стай. Такая моя печаль, что будет дальше, шелк или сталь? Какими были, какими стали, меняем местами. Танцевали с волками, дрова росла под ногами, и как будто знали, куда шагали, только знали, едва ли. Такая моя печаль, здесь живи, не думай, не глядя вдаль, что за горизонтом живи, не знай, годы ли не стай. Такая моя печаль, что будет дальше, шелк или сталь? Какими были, какими стали, на нем едва ли. Такая моя печаль, такая моя печаль. Жили не для награды, играли с чертом в шарады, и градом падали рядом снаряды, скажут, живы и ладно. Правда, солью на раны, и снова врут нам с экранов, и снова строят ограды, но я не хочу обратно. Такая моя печаль, здесь живи, не думай, не глядя вдаль, что за горизонтом живи, не знай, годы ли не стай. Такая моя печаль, что будет дальше, шелк или сталь? Какими были, какими стали, на нем не станет. Такая моя печаль. Какая моя печаль. В детство вернется тот, кем я себя запомнил. Он улыбнется и обернется потом мне, Когда буду готов принять итогом, Что не залить бетоном времени, ход монотонный. К тяжким задачам от легких решений, Снова назад от награда лишений, Будто походкой легкой, вне власти притяжения, По млечному пути уйти от опустошения. По звуковым дорожкам, где две сплошные личные, Луна не слепит и светит огнями ближними. Встречная, в ней силу это прошлого, Напомнит чувства до того, как мир прошло. Такая моя печаль, здесь живи, не думай, Не глядя вдаль, что за горизонтом живи, Не знай, годы листай. Такая моя печаль, что будет дальше, Желк или сталь, какими были, Какими стали, в нем едва ли. Такая моя печаль, здесь живи, не думай, Не глядя вдаль, что за горизонтом живи, Не знай, годы листай. Такая моя печаль, что будет дальше, Желк или сталь, какими были, Какими стали, меня и местами. Такая моя печаль, Такая моя печаль, Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. У нас продолжается концертный зал. Группа Бандерас у нас в гостях. Мы продолжаем общаться с ребятами. Тут параллельно выясняем небольшие технические моменты. Все в порядке. Живой эфир, прямой эфир. Мы в эфире. И все в эфире. Рома, дорогой, скажи, пожалуйста, я вот очень переживала. Ты же не так давно принял участие на первом канале в проекте, где нужно было и силу, и мужество. И, в общем, боже мой, я не знаю, ну просто какие-то достать изнутри невероятные сильные силища космические. В общем, я так понимаю, что тебе не чуждо принимать участие в каких-то проектах селезионных? Или это был конкретный случай, где нужно было, ну так, помочь? Да мне, конечно же, не чуждо, поскольку я являюсь участником популярной группы Бандерас, вот, принимать участие в каких-то телевизионных проектах, вот, у меня был план, и я его придерживался. Так, понятно. Вот, а ниндзя просто, ну, я очень люблю заниматься спортом, вот, всегда держу себя в форме, это просто моя жизненная необходимость и потребность. А спорт любит заниматься Ромой? Ну, это прекрасно, что любовь взаимная, а так это должно быть. Все нормально. Ром, вы явно любите друг другом заниматься, ладно. Роман, подскажи, пожалуйста, тогда, а в каком проекте бы ты видел Вову и в каком проекте бы Наташу ты видел? Ну, в юмористическом бы Вову видел. Классная есть штука, Лига плохих шуток. А, Тайлища есть классная передача на Ютьюбе. Я уже вылетел, я даже не прошел в первый тур. Конкурсы, передача, если будет, на скорость нужно съедать. Я там буду просто съемать все вообще, просто всех уделаю. Так, а ну, Наташа. Ты в зал? Не, я пойду, я не буду есть два дня, буду заниматься в зале, чтобы прям вообще прийти, и просто рядом еда будет растворяться вам, просто в меня будет вот так вот сасываться. И при этом вообще не важно, что будет там предложено съесть? Ну, не знаю. Я вообще представлял, типа, гамбургеры или пиццу, или что-то типа того. Ну, это достаточно такая традиционная история, да. Обычно на соревнованиях по съеданию гамбургеров на скорости есть такая штука. Есть. Ну, теперь организаторы этих конкурсов, я думаю, обратили на тебя внимание. Ром, ну Наталью куда отправим? На какой проект? Наталью отправим на проект какой-нибудь по-любому вокальный, потому что она суперпрофессионал. Евровидение? Да нет. Нет, это так. Я думаю, что Евровидение это так. На фестиваль давай обучаем. На фестиваль, да. Хорошо. Грушенский. Грушенский джазовый фестиваль. Ну, а как вы считаете, а Эрик тогда куда будем отправлять? Во Франкфурт, на майнинг его надо отправить. На какой-нибудь чемпионат мира по скрэйчу. Ну, здесь все по профессии, что называется. Только я думаю, что в юри. А, вот какая штука. Я, к сожалению, это сказал. Ребят, у вас очень насыщены интересные тексты в песнях, за что вам громаднейшее спасибо. Скажите, как вы сами, вот, насколько много литературы, чтения в вашей жизни? Сейчас, в принципе, ну, не так много люди в основном что-то пишут. Ром, ты понял, это любимый вопрос романа, да? Да, да, я люблю просто вот обращаться к людям, которые пишут, и людям, которые доносят то, что пишут, понимаешь, чтобы другие... Володя готов уже ответить, Вов, пожалуйста. Что я сейчас читаю конкретно? Что ты читаешь, что ты любишь читать? Газеты, например. Мне, я был недавно в Питере, мне сестра дала книжку Дао Цзи. Японский, ой, китайский, вернее, философ. Лао Цзи. Лао Цзи, да. Что-то ты почерпнул для себя философского. Ну, я начал... Дао Цзи. Дао, нет, дао. Сам почерпнул. Нет, это же учение у него называется. Дао Цзи. Дао. Насколько я знаю. Дао. Дэн Цзи ми, можно? Нет. Лао Цзи. Твои вопросы. Нет. В общем, да, повнимательнее вам нужно прислать эту книжку. Ну, я надо вообще, мне кажется, очень отличиться от всего, вообще ни о чем не думать и как бы думчиво читать. Вообще, как мне рассказывали, есть вероятность, что он стебанулся. О, я думаю, что сейчас тоже многие будут готовы с тобой поспорить. Потому что император попросил, когда он сел на быка или осла и хотел уехать из той провинции, император сказал, ты куда пошел, давай-ка оставь после себя что-нибудь ценное. И он, ну ладно, хочешь, не написал. То есть, ну как бы, такая легенда. И есть предположение, что это Степа. Друзья, вот такую нашу философскую страничку. Ну, а мудрец даже в Стёбе может очень глубоко копнуть, поэтому интересно читать. Мудрец в Стёбе может глубоко копнуть. По странице, по странице в неделю. Челлендж от Вовки Соло. По странице в неделю, получается. Что читает Вовка, мы поняли. Наташ. Я тоже философию много читаю. Какую, да? Когда есть время. Герман Геассе, например. Степной Волк я читаю, правда, тоже медленно. Да, известное произведение. Вовку читала, мне очень понравилось. А в основном сейчас зачитываюсь Лобковским. Как и все, наверное, женщины. Многие точно, да, я с тобой соглашусь. Не нравится его. Ты помнишь, что Роман читает сейчас? Роман читает много всего, и не только Евгений Евгеньев. Если он сейчас начнет перечислять, то это будет надолго, я так думаю. Сейчас читаю Нилу Деграсса Тайсина. Книжка, такая тоненькая книжка, называется «Астрофизика с космической скоростью». Ну, всё, уже начальник. Тоненькая книжечка с совсем непростым названием. А чем вы себя занимаетесь в дороге? Вот едите на гастроли, летите. Вы общаетесь вообще? Сидите, болтаете, пьёте чаёк, я не знаю, там в самолёте? Эрик, чем ты занимаешься в дороге? Ответь за нас за всё. Он ловит мух обычно, он спит с открытым ртом. На чём же вы перемещаетесь, если что там мухи? Ну, бывает, деньги туда кидают, поэтому мы богатеем, пока он спит. Наш звукорежиссёр, кстати, умеет готовить хорошо. И он как-то раз накормил нас голубцами. Голубцы в исполнении мужчины. И голубец тоже там в перце был, да. В общем, слушайте, ребята, это что-то потрясающее. На этой аппетитной ноте от разговоров мы переходим к песням. Да. Время ближе к весне, иду навстречу тебе. Не умею видеть мир чёрно-белым, видеть всё, в чем вы. Время ближе к весне, иду навстречу тебе. Время ближе к весне, иду себе на уме. Не умею видеть мир чёрно-белым, видеть всё, в чем вы. Время ближе к весне. Время ближе к весне. Время ближе к весне. Мы найдём друг друга этой весной. Время ближе к весне. Иду себе на уме, иду себе на уме. Не умею мерить мир по шкале. Время ближе к весне. Время ближе к весне. Иду навстречу тебе. Не умею видеть мир чёрно-белым, видеть всё, в чем вы. Время ближе к весне. 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 Вот здесь. Да. Бандерас. В это время Абова показывает на своё сердце, друзья. Так что, если весна долго не приходит, вы знаете, где её искать. И кому обращаться, чтобы выпустил. Группа Бандерас. Программа концерта «Зал». Мы продолжаем общаться. Скажите мне, пожалуйста, ребят, поклонники ваши, насколько они добры к вам? Каждую ли они песню воспринимают прям на ура, вау? Или бывает, иногда выпустите песню клипа, а они напишут, ну, блин, предыдущая была круче. Ну, что-то в этом духе. По-разному бывает. Мы просто иногда экспериментируем. Вот песня «Эрогенная зона» была таким экспериментом. Вот у нас и между собой были всякие разногласия по поводу неё. Кто оказался прав? Как основного хита. Так тут нет правых. Нет правых. Ну, мы в любом случае кайфанули. Это в любом случае музыка. Слушайте, ну, это ощущается, что вы кайфанули, и, мне кажется, песня транслирует. Поэтому всё получилось. Ну, в общем, про мнение поклонников особо даже не в курсе, я так понимаю, да? Что они там, как это? Да, кто как. Просто всегда кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне кажется, не слишком нужно заострять на этом внимание внутри себя. И потом, как говорит Роман, у вас есть Манхэттен, поэтому уж он-то нравится. Всем абсолютно, без исключения. Не мы спели про весну песню, но на подходе лето. Чем займётесь летом-то? Расскажите работу. Будем вспоминать весну. Или отдых. Летом будет много работы. У нас, как правило, летом всякие разные большие городские праздники. Вот, типа там, день города, металлурга. Вот уже бывает и день города в один. Короче, будет очень много разъездов. Будем в июле и в августе в Турции. Всяких разных городов. В отелях Хамара и Нирвана. Будем в Ницце, будем в Гродно, Екатеринбурге будем. Это пока только июнь. Короче, летом обычно очень много работает. Ну а в Москве ночью классно. Кирово-Чепецк. Просто я вспомнил, он выстрелил вот так вот. Вот он, родненький, пришёл. Что касается видео, что-то ждать нам летом, всё-таки, как у вас? Частное? По плану. Ну, как-нибудь жаркие пляжные съёмки какие-нибудь. Из плацкарта. Из Азиады не то, что вы подумали. А у нас есть канал на Ютубе, называется Бандерас Лайв. Там вообще видеоотчёт о самых лучших или самых худших моментах нашей гастрольной жизни. Вот, наша же личная жизнь. И даже худшие моменты. И даже худшие моменты, так сказать. В особенности. Там много. Вот это охотник за самыми курьёзными моментами. Он всё время наготове с камерой. У нас, например, вот Эрик, он, насколько он мастер в скрейче, он настолько же не умеет обращаться с видеооборудованием. И однажды он бежал и снимал с GoPro. У нас однажды мы опаздывали на поезд. Интересная была ситуация. Мы бежали по вокзалу, за нами бежали собаки. В общем, плюс ещё, по-моему, какая-то охрана или милиция. В общем, мы бежали. Владельцы собак. И я всё это снимал на GoPro, и он всё это снимал на GoPro. Только его GoPro была повёрнута в ладошку. И я вот как-то в одном из лаймов я сакцентировал на этом внимание, что вот зацените, как у нас диджей снимает классно. Зато человек хороший. Да это видно, конечно. Вообще, по-моему, видно, что всё очень хорошее. Видно, возможно, потому что ещё и литературу такую правильную читаете, которую перечисляете. Ответьте, вы вне концертной деятельности как-то дружите или уже устаете друг от друга и всё? Точно нет. Мы пересекаемся, у нас, как правило, на студии встречи, чаепития, разговоры и всё такое. А столько много, на самом деле, работы, пересечений, что для личной жизни хочется оставить время. Поэтому... Его и так немного, да. Да, бывает, боксом занимаемся. Вот Рома очень крут в том, что он может... Можешь позвонить ему сказать, Ромчик, хочется боксом позаниматься, давай позанимаемся. И он говорит, приезжай. Ты приезжаешь к нему. Почему раз в год? Мы на гастролях всё время. Я беру лапы, перчатки, мы в этот раз и Тимоха, и я. Да, и бывало летом, человек вот сподвиг меня к тому, чтобы прикоснуться к этому спорту. Очень крутой спорт, если правильно с головой к этому подходить. Как здорово получается, вы друг у друга всё равно учитесь чему-то. И наверняка делаете выводы о том, что вот такую черту характеру я, например, не хотела бы. Да, ну то есть есть какие-то, я знаю, отрицательные моменты в каждом из вас, которые вы не хотели бы повторять. Но мы говорили о том, что вы положительно мучились. Например, ты у Рома научился, да, он тебя в бокс привёл, скажем так. Хорошо, есть конкретно что-то у Рома такое, чего бы ты не хотел бы. Мы любим друг друга за наши сильные стороны. Да нет, у нас, конечно, есть какие-то, ну, я, например, вспыльчивый очень был. Я всегда извиняюсь потом перед ребятами. Заранее. Заранее, наверное, да, так сейчас я буду пылить. Меня потом очень мучает совесть, потому что надо себя сдерживать. Но, с другой стороны, в боксе это тоже может пригодиться, Ром. Да нет, это вообще в жизни вспыльчивость, она нужна в определённых ситуациях. Её нужно отпускать, а так её нужно держать на очень жёстких цепях. Потому что мы живём в таком большом сложном городе, в сложном обществе, в сложной стране. И нужно быть, нужно хотя бы друг другу в быту попытаться, да, как-то осветлить путь. Которые, возможно, они, ну, где-то понимание, какие-то происходят. Как вам в Москве живётся, скажите, насколько комфортен для вас этот город? Да, они бывают крайне редко. Говорит москвистик. Москвистик. Нет, 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 вообще, абсолютно нет. Ну, Москва очень активный город, всё очень быстро происходит. Всё стремительно летит, и главное просто найти свою дорожку. Я в Москве только три года, и, ну, успел её полюбить, потому что надо понять вообще, для чего ты здесь, что ты здесь делаешь, и полюбить Москву. Но есть за что любить. Город, правда, очень мощный, крутой. Такого больше нет. Тем более Питер рядом. Если что, да, то есть если на случай в Москве что-то не получится, то можно... Там Питер, Дзен, да, поедешь? Там Питер. А Москва, это работа. Хорошо, кстати, дополнение друг друга. Эти два города, да, реально. Движение. Ребят, что касается ваших коллег по цеху, по сцене, как принято говорить, вы следите как-то за появлением новых артистов в каких-то новых направлениях. Есть ли, может быть, такие работы, которые, да, вот это реально круто, и жалко, что это не наша песня? Ну, такого зависти такой нет. Группа «Айо» молодцы. Если, вот они прям делают, они делают искренне от души, очень круто, у них свой стиль. Они не стесняются вообще ничего. У них одна из последних песен «Плохо танцевать». Она вот прям напрямую говорит о том, как что они просто делают, как им нравится. И вот, собственно, принимайте, получите, распишитесь. Питер крутой чувак. Монатик. Монатик вообще отлично, молодец. Но он прям вот очень четко поймал свой стиль. И бьет в одну точку. Рома, ты кого отметишь? Да, мне вообще очень нравится все, что происходит. Очень многие импонируют. Какая музыка играет у вас в автомобилях? У меня в основном играет регги. У меня радио. Не джаз, Наташ, при этом, да? А там все, там много чего. Разнообразно очень. У «Уикенда» классный альбом последний. Я прям вообще что-то такое сделал, что я прям гоняю там всего-то шесть песен. Это EP. Я гоняю его уже месяц просто по кругу. Я вообще, ну, очень крутые, естественно, Бруно Марс и Джастин Тимберлайк. Просто посмотрите их последние лайвы. Это вообще космос. А вообще, моя любимая музыка, это та музыка, которая играет на главмост-джеме каждую пятницу в клубе Алексея Козлова. Вот так. Да, вот так. Наташ, я все-таки, знаешь, хочу попросить тебя. Может быть, ты порадуешь наших зрителей и слушателей хотя бы фрагментом из джазовой программы какой-то. У меня такая заготовка сразу же. Почему заготовка, сразу скажу, потому что легко петь без сопровождения. Вот, пожалуйста. Если сейчас вот именно так. Ain't got no bounce in my shoes. Ain't got no fancy to tickle. I ain't got no coffee that's working. I ain't got nothing but a blues. I ain't got no dreams that's working. I ain't got nothing but a blues. Ну что-то... Браво. Наташа прекрасно. Слушайте. Наши Эрик правильно снимал на телефон. 29 мая, да? Клуб 16 тонн. Не, он в контакте сидел в это время, на самом деле. Не, он снимал селфи в это время просто. 29 мая, Клуб 16 тонн, друзья. 29 мая, 16 тонн, друзья. И Наталья в платье, мне кажется, в пол. Ну не знаю, нет. А, еще не решила просто. Да, потому что пока даже нет. Наташа, скажи... Я решаю такие песни, а у нас в другую музыку. Ты уже немножко о нем сказала. Как вообще Лукас относится к музыке Бандерас, к музыке... Потому что мама певица. Он чем старше становится, тем он и все это осознание, естественно. Понятно, что он все эти песни знал еще... В общем... Он их пел практически с мамой коммертирует. Да, потому что я много тронировала, у меня достаточно активно. Я была абсолютно себя чувствовала здоровой, поэтому я ездила, летала. И все хорошо произошло. Вот, родился замечательный мальчик. И он уже музыкальный и поет, и говорит... Вот после последнего, скажем так, после турецкого нашего тура, он все время мне говорит... Мама, включи, пожалуйста, дай пять, дай пять. Это такая драйвовая вообще песня. Да, последняя песня ему понравилась уже. Это только миг. И таким тоненьким, чистым, кристальным голосом я думаю... Боже, пой, пожалуйста. Пойдет по стопам мамы, скорее всего. Рома у нас родитель, Наташа тоже. А Вова? Кто знает. Кто знает. Было много городов сонных ночей. А по-кво-нибудь тоже очень много. Через 15 лет за ног в дверь и такая просто толпа такая... Папа. И все такие, а вы тоже к нему? Да, да, да. Не, честно, я пока еще не женат. Все ясно. Легкомысленность в глазах, это все заметно. Да. Я очень считаю, что личная жизнь должна оставаться личной жизнью, поэтому ничего про ней не рассказываю. Хорошо. Во многом говорит нашивка на коленке. А вы психолог? Ром, да нет, что-то я веду программу. Мне психолог просто так же сказал, когда я к нему пришел. Она убежала, я, говорит, с тобой не буду работать. И ушла. Вы как-то, Наташа, вы изменили себя с появлением детей? На сцене, на сцене, например, даже в группе. Я это называю небо с землей, поменялись местами. Бам. Ну, в общем, да. У тебя есть ответственность и причины просто. И фотографии с коляской в Инстаграме, да. Все появилось в этой жизни. С коляской в Инстаграме, да. Ну, так давайте же тогда что-нибудь исполним на этой хорошей ноте. Ура. Ура. Будь водитель по маршрутам влюбленных сердец. Я иду как во сне, но как добраться к тебе? Может, голос небес поможет с картой и без. И я как в темном лесу, но ковыряя в носу. Я весь мир обоэйду, я весь мир обоэйду. Без препятствий нас. Улыбай на табанда, раз. Йо, хей, камон, гоу хард. Лайк, шевелли, стон, саппет. Покажи себя, на что промык. Без препятствий нас. Инкруфа, трасс. О, мув, тюки, кап, ты даст. Подиви меня, у тебя есть вар, джен, тика, джен, тика, джен, тика, джен. Я как елипий виноград, я не знаю в венград. Я превращаюсь в вино, и мне уже все равно. Хоть бутылкой красивой, хоть посылкой счастливой. Далее чудо несусь, я весь мир обоэйду. Без препятствий нас. Велики ходят на катере, на попутки со старым приятелем. Я найду тебя беспрепятственно и буду взять твоей мать. Я доливая расстояние, я уже не знаю, что я не я. Но я найду тебя, как во сне. Я знаю, есть короткая дорога к тебе. Дорога к тебе. Я иду, как во сне. Но как добраться к тебе? Может, голос небес, поможет карты и пес. И я, как в темном лесу, но ковыряю в носу. Я весь мир обоэйду, я весь мир обоэйду. Беспрепятственно. Хоть на велике, хоть на катере, хоть на бешеном птеродактере. Я найду тебя беспрепятственно и буду взять твоей мать. Моя доливая расстояние, Я уже не знаю точно, я не я. Но я найду тебя, как во сне. Я знаю, есть короткая дорога к тебе. Дорога к тебе. Дорога к тебе. Короткая дорога к тебе. Дорога к тебе. Короткая дорога к тебе. Мне подскажет чувство жестое, что тосковать о минувшем не стоит У сожженных мостов стол, все карты на стол, хватит сложных историй Счастья в чем-то простом, ты в Москве, я в Ростове Крюзилла в стори, разминулись с тобой в Ростов Улетай хоть во Владивосток, но мой жар твое сердце растопит На одной из частот, и жучать я настроен Глубину твоих глаз, как Жаков Хрустов Выражаю восторг и намерен добраться с тобой До дна той бутылки бордом, без препятствий Хоть на миленьке, хоть на катере, хоть на бешеном птеродактиле Я найду тебя беспрепятственно и буду взять твои маль Преодолевая расстояние, я уже не знаю точно, я не я Я найду тебя, как во сне Я знаю, есть короткая дорога к тебе Преодолевая расстояние, я уже не знаю точно, я не я Но я найду тебя, как во сне Я знаю, есть короткая дорога к тебе Дорога к тебе На дорогу тебе Дорога к тебе Короткая дорога к тебе Тебе, тебе, тебе Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Спасибо! Бывало ли у вас такое, что вы, например, где-то выступали на матче, чтобы поддержать наших спортсменов? Да, как-то я работал сезон у команды СКА в перерывах, мы типа зажигали болельщиков вместе с битбоксером. Я даже какой-то там текст что-то писал. Рыцарь и льда, ну да, что-то там, не помню. Кстати, 26 мая арена Матищи, там будет кубок арены Матищи по смешанным единоборствам. Там мой близкий друг, боец лиги Golden Team, Арсен Пархугаджиев, там будет биться. И вот в прошлый раз я его выводил на бой, он выиграл. Как-то мы выводили с ребятами недавно, сейчас дай бог памяти вспомнить, как парни звали. Он тоже сразу выиграл на Fight Nights. А до этого мы выводили бразильцы. Я помню, что мы даже со сцены спуститься не успели, как его уже выносили из клетки. Причем Fight Nights там тоже в первом раунде, по-моему. Да, да. В общем, вот какое дело. Теперь уже точно понятно, кто будет за ручку выводить нашу сборную по футболу. Уже очень скоро, в середине. И каждый матч... Если не будет, то больше не будет. Не, мы за бойцов, за борцов впишемся, за боксеров всегда впишемся. Просто их много, нашей энергетики на всех не хватит. Мы будем за них болеть, естественно, конечно. У вас же и хватит уж точно, никаких сомнений. Нас могут смотреть сейчас люди, у которых есть дети. Ты посоветуешь ребенка, например, 10 лет, направить в секцию, где бокс, где бои без правил? Я посоветую ребенка, прежде всего, посмотреть по возможностям. Потому что я, например, вот есть замечательный зал, есть такой прославленный тренер, Бупа Скоч. Мой старый друг, у него замечательный зал, где профессионалы тренируются. Obsession Gym называется, он находится на Плющихо, 57. И там есть группы, и там есть детишки, вот 8-10 лет, они просто... Которым уже страшно подходить. Ну, реально, это какие-то феноменальные дети, они вундеркиндере. И реально, с такими способностями ребенка ограждать от этого, ну, это просто глупо, по-моему. А так, вообще, я бы советовал сначала отдавать, например, девочку по-любому на акробатику какую-то. Если вы прям, ну, хотите единоборства, то это, скорее всего, тейквондо, потому что будет хорошая растяжка, там акробатика, реакция тоже, там много всяких упражнений классных. А потом, я бы, например, парня отдал на самбо или дзюдо. Ну, это сразу же человек разбирается. Очень дисциплинирующий, прекрасный вид спорта, вообще, в принципе, любые единоборства. Вот. Бокс, конечно, профессиональный, это опасно. Но, вы знаете, любительский детский бокс, есть замечательные секции, где прекрасные тренера следят за тем, чтобы ваш ребенок был цел и прогрессировал в этом виде спорта и развивался. Арон, я так понимаю, что в команде «Бандариз» ты самый спортивный. Вот, Вова, ты периодически, значит, выгоняешь на тренировке, как мы узнали не так давно. Ну, Наташа, Наташа, нет, не твое, слышно? Я хожу в бассейн, я набираю свой спорт. В общем, когда, как. Бывало ли такое, что стук в дверь где-нибудь в гостинице номера, ты открываешь там, Рома в боксерских перчатах, и говоришь, Натаха, надо сейчас. Там Рома в халате с бутылкой шампанского и с сигаретой. Эй, привет, как? Между прочим, как вы вообще на гастролях умудряетесь сохраняться? Это вы просто отдыхаете лучше. Друг от друга? Мы держимся, держимся. Перелеты, но это же сложно. Мы в разных машинах ездим, у нас семь машин в райдере. Есть, кстати, в Инстаграме «Бага Бандерас Мюзик», «Собака Бандерас Мюзик» фотка, где мы на одной кровати все вместе, без одежды. Ну, это была бы установочная фотка. Без одежды. Не совсем по столу. В палатах. Это не одежда. Наташа, это когда спала, скорее всего, они быстренько пробрались в комнату, рядом улеглись и сделали фотку. Вся группа. И даже диджей и звукорежиссер. Причем даже в первую очередь, это их кровать была. Таким образом, друзья, нас с вами заманили на сайт посмотреть эти фотографии. Просто очень тесно, близко, весело, в общем, бывает. Наверное, в этом, Александра, и успех «Бандерас», потому что… Кстати, как вы сами считаете, почему, в чем вот феномен успеха? Команда у вас прекрасная, успешная, 13 лет. Мы просто за те струнки дергаем, по теории струн. Тоненько. Мы желаем вам, чтобы и дальше у вас… Дрынино. Дрынино. Большой привет вашему продюсеру, человеку, который… Саша, да, автор всех наших, да, Колумбий. Вот, я думаю, секрет именно в этом. Он ведь не только автор слов и музыки. Он ведь еще и принимает самое активное участие в съемках клипов. Он всегда режиссером выступает. Кастингов и, в общем, самый главный человек, в принципе, идейный вдохновитель и человек, который, в принципе, рождается все в его голове и сердце. Ну, чтобы вы понимали, автор идей, названия, всего, всей концепции там. Да, это все у него в голове родилось, он нас собрал. Я бы прям попросила наших операторов крупным планом взять глаза участников группы Бандерас, потому что, говорят, в своем продюсере там абсолютно искренне любовь, свет, и это неподдельно. Вот это вот абсолютно правдивое чувство. Слава, блин! Готовитесь ли вы уже к празднованию своего юбилея? Я понимаю, до него еще два года, но, тем не менее, может быть, уже какое-то грандиозное мега-шоу готовится. Какой-то юбилей пятнашка, что ли? Да. Мы со счета сбились, если честно. 15 лет, да, какой-то юбилей. Через три года пятнашка. Через 13 лет. Через два года будет. Только еще школу заканчивать будем. Да. В общем, это только начало, но уверенное начало группы Бандерас. Да мы еще всего нас записываем, наснимаем, дадим жару. Мы же не сомневаемся, правда, мы вас очень искренне любим. Всегда все ваши работы в нашем эфире и в хит-парад попадают, но здесь уже не наша заслуга, здесь заслуга ваших поклонников и зрителей. Успехов вам! Мы всегда очень рады. Группа Бандерас. Межголосистка. Спасибо! Спасибо, 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 спасибо. Заключительная наша песня. Принимали все так, как есть. Пили вино и ночь. И все, что бей, все, что бей. Бросали тоску в огонь. Бро, 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 бро. Голоса отгоняли прочь. О, еее. От счастья до боли. От боля до боя. И то ли на боли, то ли. Дубы. Дай пять, если ты все еще ищешь. Свою дорогу. Дай пять, если ты все еще ждешь. Когда рассеется в ночь, дай пять. Если мир поделена выше, А ты не в ногу, дай пять. Если просто не хочешь, Мы так все достой. Дай пять. Дай пять. Скажут, не время знать. Не время что-то менять. И девочки в тонких платьях. Просто должны танцевать. Не помню о боли. Не знаю пароли. От боля до боя. Дай пять, если ты все еще ищешь. Свою дорогу. Дай пять, если ты все еще ждешь. Когда рассеется в ночь, дай пять. Если мир поделена выше, А ты не в ногу, дай пять. Если ты просто не хочешь. Быть как все дочь, дочь. Дай пять. О, 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 о. Дай пять. О, 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 о. Дай пять. О, 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 о. О, 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 о. Дай пять. О, 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 о. Дай пять. Дай пять. Дай пять. Дай пять. Дай пять. Say what! Say what! Say what! Say страна FM! У-у-у-у-у-у! У-у-у! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!